Режим шлюза усиливает контроль доступа на территории предприятия. Шлюз представляет собой обособленную зону прохода или проезда, которая исключает возможность сквозного доступа через проходную без дополнительной проверки. Шлюз имеет две точки прохода или проезда, оборудованные исполнительными устройствами. В качестве исполнительных устройств могут выступать турникет, замок или шлагбаум. В шлюзе могут быть установлены различные типы устройств для дополнительной верификации, системы взвешивания, распознавания лиц, алкотестеры, пирометры и т.д. Также в шлюзе можно проводить досмотр человека или визуальный осмотр транспортного средства. Вход или въезд в шлюз возможен только если в шлюзе никого нет. Когда пользователь или транспортное средство находится внутри шлюза, наружные считыватели и возможность кнопки дистанционного управления блокируются. Шлюзовый объект может быть настроен как на базе универсального контроллера CTL14, так и при использовании четырех биометрических контроллеров CL15. Рассмотрим виды шлюзов. Шлюз из двух двухсторонних замков представляет собой промежуточное помещение со сквозным проходом через две двери. Каждая дверь шлюза оборудуется двумя считывателями. Любой считыватель может быть заменен или дублирован кнопкой дистанционного управления. Для обеспечения работы шлюза необходимы два датчика двери. Номер 1 для замка 1 и номер 2 для замка 2. В полноростовых турникетах RTD15, RTD16 и RTD20 организовать шлюз можно с помощью преграждающих планок. Выбор режима прохода определяется ориентацией вала ротора и настраивается при монтаже турникета. В дальнейшем, в зависимости от особенностей эксплуатации турникета, возможен переход от стандартного режима прохода к шлюзовому и обратно. Для организации шлюза необходимы четыре считывателя на вход и выход в обоих направлениях. Любой считыватель может быть заменен или дублирован кнопкой пульта дистанционного управления. Для определения входа или выхода из шлюза используются датчики прохода турникета. ПАС А для направления прохода 1, ПАС Б для направления прохода 2. Шлюз можно организовать с помощью турникета и замка, а также на базе двух турникетов. В качестве турникетов могут использоваться турникеты-триподы, тумбовые турникеты, скоростные проходы и калитки. Шлюз на базе турникета и замка представляет собой пространство между дверью и турникетом. Для прохода через каждое исполнительное устройство необходимо предъявить идентификатор считывателю. Любой считыватель может быть заменен или дублирован кнопкой проводного пульта дистанционного управления или кнопкой дистанционного управления. Для определения входа или выхода из шлюза используются датчики прохода турникета. ПАС А для направления прохода 1 через турникет и ПАС Б для направления прохода 2 через турникет. Датчик прохода двери для обоих направлений через замок. Шлюз на базе двух полуростовых турникетов представляет собой зону между двумя турникетами, стоящими друг за другом по направлению прохода. Для прохода через каждое исполнительное устройство необходимо предъявить идентификатор считывателю. Любой считыватель может быть заменен или дублирован кнопкой пульта дистанционного управления. Для определения входа или выхода из шлюза используются датчики прохода турникетов ПАС А и ПАС Б для соответствующих направлений прохода. Для организации шлюзового проезда на автотранспортной проходной используются два шлагбаума и четыре считывателя. Такой шлюз представляет собой зону между двумя шлагбаумами, стоящими друг за другом по направлению проезда. Для проезда через шлагбаум необходимо предъявить идентификатор считывателю. Считыватель может быть заменен или дублирован кнопкой дистанционного управления. Для определения въезда или выезда из шлюза используются датчики проезда шлагбаумов. Номер 1 для шлагбаума 1 и номер 2 для шлагбаума 2. Перед началом настройки шлюза подключите исполнительные устройства. Рассмотрим схемы подключения из руководства по эксплуатации контроллеров в соответствии с выбранным типом шлюза. Шлюз на базе замков. Замки подключаются в клеммные колодки XT6 и XT7 согласно схеме подключения в соответствии с типом замка. Датчики прохода и при необходимости кнопки дистанционного управления подключите в соответствии со следующей схемой. Шлюз на базе роторного турникета. Шлюз на базе полуростового турникета и замка. Шлюз на базе двух турникетов. При настройке шлюза на базе шлагбаумов схема подключения датчиков и кнопок дистанционного управления к контроллеру аналогична схеме шлюза на базе замков. После подключения исполнительных устройств в веб-интерфейсе контроллера производится первичная настройка шлюза. Для перехода в веб-интерфейс в адресной строке браузера введите IP-адрес контроллера. Затем перейдите в раздел конфигурация и откройте вкладку шаблон. Для установки типа шлюза кликните на выбранное название. В качестве примера рассмотрим настройку шлюза на базе двух замков. Сообщение в правом верхнем углу экрана уведомит о завершении процедуры. Обратите внимание, что при работе со шлюзом на базе полноростового турникета используются четыре односторонних замка ИУ-1 и ИУ-3 для прохода в одном направлении, ИУ-4 и ИУ-2 в обратном. Для дальнейшей настройки шлюза перейдите в систему PRCO-Web. Откройте раздел администрирования и на вкладке конфигурация перейдите в подраздел устройства. Добавьте шлюзовый контроллер с помощью кнопки поиск устройств. Введите IP-адрес контроллера или воспользуйтесь общим поиском. После добавления устройства активируйте его. Теперь нажмите кнопку «Добавить» и выберите параметр «Добавить шлюз CTL-14». В открывшемся окне при необходимости измените название шлюза. На вкладке «Настройки» измените следующие параметры. Алгоритм прохода. Доступно два варианта – мягкий или жесткий. При выборе параметра «Мягкий» проход пользователя возможен в оба направления. Если выбран параметр «Жесткий», то пользователь, находящийся внутри шлюза, сможет совершить только проход вперед. Выход назад будет заблокирован. В поле «Время нахождения в шлюзе» укажите время в секундах. По окончании указанного интервала, если сотрудник не вышел из шлюза, в систему поступит событие «Превышение времени пребывания в шлюзе». Для этого события можно создать реакцию, например, включение извещателя или получение уведомления. Подробнее о создании реакции на событие вы можете посмотреть в видео инструкции «Реакция на событие». Далее перейдите на вкладку «Дверь 1. Вход в шлюз». В поле «Контроллер» выберите «Исполнительное устройство» и «Направление входа в шлюз». Ниже в поле «Режим доступа» выберите «Способ разрешения прохода». Доступно три варианта. По считывателю. При выборе данного параметра проход будет доступен только после предъявления идентификатора считывателю. При выборе параметра «По ДУ» направление будет разблокировано только после команды от устройства дистанционного управления. Пункт «По считывателю и ДУ» позволит кнопке устройства дистанционного управления дублировать работу считывателя. Проход будет разрешен после получения команды от любого из устройств. Далее произведите соответствующие настройки для элементов. Дверь 1. Выход из шлюза. Дверь 2. Выход из шлюза. И дверь 2. Вход в шлюз. Обратите внимание, что название элемента «Дверь» будет одинаковым для любого типа шлюза, будь то шлюз из турникетов или шлагбаумов. Для сохранения шлюза нажмите кнопку «Сохранить». Для настройки замкового шлюза при использовании четырех контроллеров CL-15 нажмите на кнопку «Добавить» и выберите параметр «Добавить шлюз CL-15». Дальнейшая настройка производится аналогично настройке шлюза на контроллере CTL-14. Обратите внимание, что для корректной работы шлюза все составляющие элементы – турникеты, замки, шлагбаумы, контроллеры – должны быть размещены по помещениям в разделе «Помещения». Подробнее о создании структуры помещений и размещении устройств вы можете посмотреть в видеоинструкции «Создание структуры помещений в системе PRK Web». После добавления устройств в помещение создайте шаблон доступа. Подробнее о создании шаблонов доступа мы рассказываем в видеоинструкции «Шаблоны доступа». Шлюз готов к работе. Для просмотра событий перейдите в раздел «События системы». При входе в шлюз с любой из сторон будет зарегистрировано событие «Вход в шлюз», а также указаны помещения, вход и выход из которых были зарегистрированы. При выходе из шлюза в разделе отобразится событие «Выход из шлюза». Для усиления контроля доступа настройте функции комиссионирования или верификация для любого из направлений прохода. При работе функции комиссионирования подтверждение прав доступа осуществляется посредством предъявления второго комиссионирующего идентификатора. Верификация пользователя в системе PRK-Web возможно от пульта дистанционного управления, от внешнего верифицирующего устройства или по ответу от программного обеспечения. Настройки функций комиссионирования и верификация привязаны к конкретному направлению и не требуют дополнительных настроек при конфигурации шлюза. Подробнее с настройками данных функций вы можете ознакомиться в видеоинструкциях «Верификация в системе контроль доступа PRK-Web» и «Настройка комиссионирования в системе PRK-Web». Продолжение следует...